Кудрина не устраивает ход приватизации. План по продаже госкомпании за три года выполнен лишь на четверть, заявили в счетной палате. Среди причин формальный подход при составлении списков на приватизацию и отсутствие интереса у потенциальных покупателей. В Росимуществе, заявляют, за 2020-й все-таки удалось продать госсобственности на 4 миллиарда. Главный партнер «Газпрома» в Германии, энергоконцерн «Юнипер» решил уйти из России, сообщает Рейтер. Официальная версия – ради сокращения выбросов в атмосферу. На продажу выставлены пять газовых и угольных электростанций. В прошлогоднем отчете «Юнипер» жаловалась на проблемы с производительностью труда на своих предприятиях в России. Всемирный банк посоветовал России ввести гарантированный минимальный доход, чтобы побороть бедность. Нынешние меры, заявляет регулятор, дорогие и неэффективные. Ниже прожиточного минимума получает 12% населения. К концу года ожидают снижение до 11,5. Набиулина заявила, антикризисные меры пора сворачивать. Дети Дурова попали в список богатейших наследников. Как посчитал Форбс, дочь и сын основателя ВКонтакте и Телеграм сейчас могли бы получить по 8,6 миллиарда долларов. С таким наследством они оказались сразу на шестой строчке рейтинга. На первых по-прежнему дети Олег Первого и Михельсона. Отечественные банки тем временем за месяц отдали коллекторам долги граждан на рекордные 176 миллиардов рублей. Вернуть предстоит 1,7 миллиона займов. Средняя сумма 85 тысяч. Число просроченных кредитов в первом квартале выросло на 200 тысяч по сравнению с этим же периодом прошлого года. В то же время микрокредитным организациям дали доступ к госуслугам. Так проще оценить кредитные риски, пояснили в Минцифры. Шведское правительство решило обложить банки дополнительными налогами. Цель – ускорить восстановление после коронакризиса. Дела у банков идут хорошо, отрасль может позволить себе новый налог, цитирует Блумберг слова министра финансовых рынков Линдхаген. Налог будет введен в следующем году и принесет в казну около 600 миллионов долларов. Стрельба в казанской школе произошла из-за того, что родители учеников не хотели платить за охрану, заключил глава следкома Бастрыкин. Договор был, но охранника в школе не было, заявил он по итогам разговора с директором. По словам Бастрыкина, керченский урок усвоен лишь наполовину. 50% поручений, которые были даны после стрельбы в 2018-м, так и не было исполнено. Шестерых пострадавших от казанского стрелка накануне выписали. Трое взрослых и пятеро детей по-прежнему в больнице. ВСИН продолжает кампанию по трудоустройству заключенных. На этот раз в тюремном управлении удивили экспертов рассказом о том, что приговоренные к исправительным работам получают до 220 тысяч рублей в месяц. Правда, говорились, что это лишь в отдельных случаях. В Комитете защиты прав человека в цифрах усомнились. Там заявляют, что зарплата заключенных, как правило, не дотягивает и до минимальной. Вице-премьер Хуснулин назвал хорошие идеи привлекать заключенных к работе на стройках. В Карабахе снова обострение. В плен взяты шестеро армянских военных. В Баку, заявляют, они пытались пересечь границу и заминировать азербайджанскую территорию. В Ереване утверждают, солдаты действительно минировали, но приграничный район на своей стороне. Металлурги Алчевска, это ЛНР, угрожают уже всеобщей забастовкой. Локальная длится с 20 апреля, а рабочим не платят 4 месяца. Главе республики Пасечнику направлено письмо с требованием выплатить деньги и наказать виновных. С 2017-го металлургический комбинат под управлением российского внешторгсервиса. В случае невыполнения условий рабочие обещают поднять вопрос о смене правительства.